Коллеги, рядом со мной Денис Марфутин, Перекресток в Прок, X5 Group. Здравствуйте! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, вы спикер нашей деловой сессии и наверняка есть очень-очень интересная тема. Давайте делиться. Да, сегодня я выступаю в блоке маркетинга. Я рассказываю о том, каким образом маркетологам, директорам по маркетингу и ритейлу двигаться в непростое, турбулентное время. Сегодня несколько интересных было тем на нашей сессии. Одна из гипотез была в том, что маркетинг в принципе уже не нужен. Нужна только низкая цена. Что ж, такое мнение имеет право на жизнь, но я думаю, что сейчас маркетинг нужен вдвойне, просто потому, что клиент меняется, предложение товаров меняется. Некоторые носятся за айфоном, которого нет, нужно предложить что-то еще. Или за гречкой, или за любимым газированным напитком. И в этом плане маркетолог как раз-таки должен быть тем проводником бизнеса, который найдет тот товар, которого нет, предложит замену, возможно, отечественную. Это тоже неплохой вариант для того, чтобы клиент нашел то, что ищет. Как говорят, настоящий разведчик хорош тогда, когда его не видно. То же самое маркетолог хорош, когда человек покупает какой-то товар, но не думает, что ему, ну не навязали, скажем так, а порекомендовали какими-то каналами и инструментами купить конкретно это. Поэтому ваша задача сейчас реально сделать так, чтобы покупатель решился на покупку неких товаров, которые, например, вам были бы интересны, чтобы были куплены. Да, на самом деле мы наблюдаем три тренда основных. Первый тренд это поиск скидки выгоды. И ранее человек не был так чувствительным к цене, наш клиент. Сейчас мы видим, что он готов условно отложить покупку, если не видит скидки, либо выбрать другой магазин. Сколько 70% потребителей сейчас готовы сменить магазин, если не видят скидки на тот товар, который их заинтересовал. Раньше эта цифра была в районе 40%, то есть очень большой рост. Второй тренд, который мы наблюдаем, это то, что люди ищут возможность купить, может быть, много, дешевле оптом, большую упаковку, разделить ее с кем-то. Как раз-таки такие коллективные закупки и покупки упаковкой, это тоже большой тренд. За ним, я думаю, что в ближайшее время будут целые магазины открываться именно по такому принципу. И в принципе в онлайне у нас именно такая платформа. Мы как раз продаем упаковку и даем за это скидку. И третий тренд, который мы наблюдаем, это миграция из традиционных соцсетей, которые сейчас запрещены, в отечественные, и в том числе развитие новых форматов. Например, живые трансляции, прямые трансляции. Мы, например, запустили первыми в Фуде прямые трансляции продуктов, где мы делаем распаковки, открытие, допустим, последней антикризисной темы. Это история с тем, как приготовить из одной курицы 7 блюд. Или, например, из одной рыбы, из одной форели 5 блюд. Ну а что, там можно его пожарить, заморозить, сделать суп, сделать тартар. И еще останется что-то для того, чтобы приготовить какой-то салат. То есть, это история, где мы в прямом эфире показываем такие простые возможности для экономии, и заодно показываем товары, демонстрируем то, что клиент пока не видел, пока не держал в руках, но хотя бы через видео попробует, как мы с вами, посмотрев на нас с вами, прикоснуться к этим товарам. Друзья, суперинтересно. Посещайте наши бизнес-сессии. Спасибо вам за вашу работу и удачи. Спасибо.